А для начала подпишись на канал и поставь лайк. Богом назвался и ушел от ответственности, возмутились казанцы, увидев сообщение о признании 19-летнего Ильназа Галявиева невменяемым в момент нападения на школу номер 175 в столице Татарстана. О результатах экспертизы в Государственном научном центре социальной и судебной психиатрии имени Сербского рассказали в общественной наблюдательной комиссии. Но оказалось, что правозащитники сильно поторопились. Почему еще рано говорить о невменяемости Ильназа Галявиева и где сейчас находятся подозреваемые в массовом расстреле учеников и учителей, выяснял корреспондент АЕФ «Казань». Экспертиза продолжается. Для адвоката Алексея Васильева, который представляет интересы Ильназа Галявиева, эта новость также стала неожиданностью. Никакого официального решения о невменяемости своего подзащитного он в глаза не видел. Больше всего он удивился, что сообщение дали представители наблюдательной комиссии. Источник, мягко говоря, сомнительный. Такую информацию могут обнародовать следственные органы или, в крайнем случае, медицинская организация, где проходил обследование подозреваемый. От них я никаких уведомлений не получал, заявил адвокат-корреспонденту АЕФ «Казань». Вскоре после сообщения о невменяемости с официальным опровержением выступил следком РФ, который дал небольшой комментарий. Комплексная стационарная психолога-психиатрическая судебная экспертиза еще продолжается, рассказали в пресс-службе ведомства. Судьбу Галявиева решит суд. Спекуляции по делу Галявиева на этом не закончились. Следом появились сообщения о том, что напавшего на Казанскую школу отправили в психиатрическую больницу. И что теперь? Пару лет в палате и на свободу. Негодуют в соцсетях россияне. Оказалось, что и это не совсем правда. Эльнас прошел обследование в медицинском учреждении, которое длилось 30 суток. После чего его вернули в медицинское учреждение при СИЗО номер 2, Бутырка, куда он был доставлен из Казани 12 июня и где находился на карантине. Подчеркну, что завершилось обследование, а не экспертиза. Сейчас врачи изучают результаты и только после этого дадут официальное заключение. Это может занять один-два дня, а может несколько месяцев, рассказал корреспонденту АИФ Казань адвокат Алексей Васильев. Адвокат отметил, что до заключения экспертов Галявиев останется в медучреждении при Бутырке, в которой ему, к слову, некомфортно. Тем же правозащитником он жаловался на своего разговорчивого соседа по палате, 50-летнего мужчину, которого обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений, плохую кормежку, а также отсутствие денег, которые ему передавали родные в Казанское СИЗО и на которые он покупал сладости. «Хочу обратно в одиночку в Казань», — говорил Галявиев общественным наблюдателям, которые посещали его в палате. На сегодняшний день адвокат не знает точно, останется ли он в Москве или его переведут обратно в Казань. Также он заявил, что во время экспертизы к подзащитному никого не пускали. Такой порядок. Что дальше ждет Галявиева? По словам адвоката, следствия по делу продолжаются и заключения экспертов никак не влияют на его ход. Есть несколько вариантов развития событий. Но прежде всего, нужно дождаться официального заключения психолога-психиатрической экспертизы. В любом случае судьбу Галявиева решит суд. Если его признают невменяемым, то ему назначат принудительные меры медицинского характера, то есть принудительное лечение, если вменяемым, наказание в виде лишения свободы, — отметил адвокат. Есть и третий вариант. Если следователь посчитает, что экспертиза не ответила на все вопросы, то может быть назначено дополнительное обследование. Но для этого должны быть законные основания. В любом случае, необходимо дождаться официального заключения. Напомним, что 11 мая 19-летний Ильнас Галявиев устроил стрельбу в гимназии номер 175 Казани, где он когда-то учился. В результате вооруженного нападения 9 человек погибли, 24 были ранены. Ильнас Галявиев сам сдался силовикам и на первом допросе кричал, что он бог. По факту массового расстрела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух или более лиц». 12 мая Следственный комитет РФ сообщил о наличии у нападавшего на Казанскую школу заболевания головного мозга. В этот же день по ходатайству следователя Галявиев был арестован, 5 июля Басманный суд Москвы продлил срок пребывания под стражей до 11 октября. Кроме того, в деле Галявиева появились двое новых подозреваемых, 42-летнего Сергея Иванова и инженера по монтажу систем охранно-пожарной сигнализации ООО «Союз пожарного мониторинга» 38-летнего Марата Зиганшина обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц. Фирму Иванова подозревают в том, что она не обеспечила безопасность в гимназии. В частности, не работал доводчик двери, из-за чего Галявиев смог войти в здание. А «Союз пожарного мониторинга» отвечал за работу оповещателя. По версии следователей, в классе, где были застрелены 7 человек, он не сработал и никто не услышал предупреждения директора о вооруженном человеке в гимназии. Тем временем, в Казани ликвидировали стихийный мемориал у школы номер 175, где 11 мая произошла трагедия. Игрушки, которые приносили жители Казани и многих других городов, убрали, чтобы не будить воспоминания детей и учителей. По крайней мере, так объяснили в мэрии это решение. Часть игрушек были отвезены к местам захоронения учителей и учеников, часть – перенесли в школу. Мягкие игрушки, которые из-за дождя размокли и потеряли форму, были утилизированы. Но поскольку люди приходят к месту трагедии до сих пор, несколько столов для новых игрушек было решено оставить, отметили в пресс-службе мэрии. Сейчас власти Казани обсуждают вариант установки памятных табличек на здании школы.